Всем привет! Это обзоры от Mob.ua, а у микрофона я, Амортиз. Поехали! Я тут довольно часто упоминал героев меча и магии, и вот сегодня появился таки шанс добраться до них и пощупать. Встречайте, сегодняшний наш пациент Might and Magic Clash of Heroes. Хотя это всё же не совсем те герои, о которых я говорил. Но сначала немного истории, как я делаю всегда, когда речь заходит об играх, у которых эта самая история есть. Вообще, хотя об этом мало кто знает на просторах СНГ, вся серия Might and Magic, как и Warhammer, берёт начало ещё откуда-то из 80-х годов, когда у нас разваливался совок, а за бугром на пике своей популярности были настольные ролевые игры. Ну, те самые, где бросаешь кубик и двигаешь фигурки. Ну, а когда появились компьютеры, мощность которых превышала мощность калькулятора, игра перекочевала на ПК. Опять же, как и Warhammer, и игры по вселенной Dungeons & Dragons. Вообще, герои стали культовой компьютерной игрой, особенно третья их часть, которая и по сей день установлена у многих моих друзей. Ну, а потом для вселенной настали чёрные дни. А именно, права на неё купила Ubisoft. Единственной полноценной игрой, стоящей упоминания, стала Dark Messiah of Might and Magic. Кто не знает, она была на движке второго Half-Life и была достойной внимания, но от чего-то лично меня не завлекла и дольше часа я в неё не играл. Да и если говорить именно о героях, то Тёмный Мессия от них отличался как жанром, так и всем, чем только можно. И всё. Серия словно бы умерла, и чуть ли не 8 лет ни одной игры, которую можно было бы назвать игрой, не выпустили. И тут наш Clash of Heroes. Первый RPG со времён пятой части героев. И недавно Ubisoft выпустили её под Android. Сюжет здесь довольно прост. Демоны вторглись во владение эльфов, и нам предстоит напинать их по их демоническим яйцам, чтобы было неповадно. Конечно, есть определённые нюансы, но о них я тебе не скажу, чтобы не было спойлеров. За мес мы направляемся к порталу, чтобы встретить неких гостей, а в это время на наш эльфийский лагерь нападают. Вообще, поначалу игра не показалась мне прямо каким-то полноценным продуктом. Ну то есть мультяшная графика, комиксоидные диалоги, да ещё и перемещение от чекпоинта к чекпоинту. Всё это произвело впечатление какой-то мини-игры. Но Clash of Heroes всё же добросовестно старается быть настоящей ролевой игрой. И порой у неё это даже получается. В отличие от классической версии, перемещение по глобальной карте здесь свободное, без ходов. Генералы врага стоят по большей части спокойно, но иногда могут и набежать. Замков строить мы опять же не можем, воинов предлагается нанимать в специальных башнях. Путешествуя по глобальной карте, ты можешь собирать артефакты, выполнять довольно прямолинейные квесты и беседовать с сюжетными персонажами в городах. Есть также и прокачка героя, но всё, что даёт новый уровень, это больше здоровья и больше войск, которые можно вести за собой. Прокачки умений, к сожалению, нет. И бой. Честно говоря, когда на меня впервые напали, я ожидал увидеть что угодно, но не сраные сокровища Монте-Сумы. Да, боевой механизм весьма отличается от классического, и это пазл-квест. Как бы странно это ни звучало. И как бы странно это ни звучало, но это одно из сильных мест игры. Когда въедешь, конечно. Поле битвы разделено на две части. Сверху вражеские войска, а снизу наши. Воины умеют атаковать только тройками, то есть нужно собрать троих одинаковых чуваков в вертикальную линию, чтобы атака зарядилась или типа того. И во время следующего хода такая тройка пускает стрелу в сторону врага и исчезает. Что примечательно, твоя задача не перебить всех врагов, а фигачить за линию поля, где как бы стоит вражеский герой. Ну и своего героя защищать. Вроде все просто, но есть множество нюансов, вроде магии героя и разных видов войск. Короче говоря, поначалу это выглядит даже смешно, но пару боев спустя начинает доставлять. Не знаю насчет плюсов и минусов, все очень уж на любителя. И хотя запуская игру я ожидал чего-то другого, но мне понравилось. И советую всем любителям жанра заценить. Есть большая вероятность, что зацепит. На сегодня это все. Если понравилось, подписывайся на канал и ставь большой жирный лойс. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok